В выходные в селе Саянск состоялся фестиваль казачьих традиций «Саянский острог». Яркий, веселый, живой. Этот праздник несет в себе возрождение казачьего образа жизни, воспитывает патриотизм у наших мальчишек и девчонок. Что значит быть казаком? Казаком обычно рождаются. Всегда казачьи семьи несли свои традиции. И большинство из нас присутствующих, хоть атаман или казак, или кадеты, в семьях соблюдается до сих пор в нашей традиции. Все, что вы видите, это организовано сегодня у нас здесь, станичным атаманом Шушенска. Это большой поклон ему, что он собирает всех здесь казаков. И Красноярский край, и республика Хакасия. Праздник начинается с молебна и благословения отца Василия, священника Шушенского храма Петра и Павла. Я желаю вам, чтобы этот праздник прошел в первую очередь в пользу нашему Отечеству. Вера в Бога – это неотъемлемая часть жизни всего казачества. То, на чем зиждутся его устои. С чего начинается и чем заканчивается День казака? Молитва в душе, перед образами. А чем заканчивается, тоже перед днем молитвы. Он был с нами, будет, как говорится, есть и будет. На Большой Поляне расположилась выставка. Она знакомит нас с историей и культурой казачества. Войсковой старшина Валерий Кривоносов гордится своей династией и с удовольствием показывает семейные реликвии. Портреты и рисунки, старинные иконы, одежду, седло, шашку из кизлярской стали. Эта книга выставлена в номинации казачьей династии. Здесь представлена вся наша династия. Здесь представлены все моменты нашей жизни. И основные, все большинство наших родственников, которые, ну, по большинству сейчас, части уже нет и в живых. Эта книга начинается его воспоминаниями. Тут есть и мои воспоминания, воспоминания сестер. Здесь есть наше генеалогическое дерево, где представлено семейное древо, где представлена вся наша династия. Продолжают выставку казачьи мастера. Мы видим изумительные, с большой любовью плетеные кружева, затейливые украшения, одежду, кукол, деревянную посуду. На казачьей кухне все желающие могут полакомиться фаршированной щукой, пирогами-кругликами, картошечкой по-донскому, блинчиками и другими угощениями. Испокон веков казак, в первую очередь, защитник Отечества, воин. Накануне фестиваля на месте бывшего Саянского острога состоялась юношеская военно-патриотическая игра «Казачий сполох». В ней участвовали команды из Шушенского, Минусинского и Краснотуранского районов. Ребята соревновались в силе, выносливости, ловкости. Фланкировка, искусство владения шашкой, обязательно для каждого казака. Как говорится, казак шашкою бреется, казак шашкою согреется. То есть для казака шашка – это личное оружие, это сила казака. Также говорят, что шашка – это подруга казака. Сложно ли научиться владеть шашкой? Ну, вообще достаточно сложно. Это искусство называется фланкировка, то есть искусство владения шашкой. Достаточно сложно, но если прилагать все усилия, если стараться, постоянно тренироваться, то этим можно владеть. На сцене победителей и участников игры приветствует и поздравляет пивень Людмила Владимировна, заместитель главы администрации Шушенского района. Администрация Шушенского района приветствует всех вас на нашей замечательной Шушенской земле. Этот замечательный праздник дает возможность нам всем пообщаться, поделиться опытом. Поэтому я вам всем желаю замечательно провести это мероприятие, пообщаться, чтобы у вас было очень хорошее настроение. Но сегодня я вышла на сцену еще и для того, чтобы поблагодарить наше молодое поколение. За первое место награждается команда «Людич» Шушенский район. Ребята и их руководители получают грамоты, подарки, сладкие призы из рук казачьего полковника Виктора Жмура. Служу отечеству, казачеству и вере православной. А фестиваль продолжается. Как поется, казак без песни не казак. На сцене один за другим выступают казачьи коллективы из Шушенского, Бея, Минусинска, Саиногорска, Абакана. Праздничная атмосфера, душевные напевы заставляют зрителей подпевать артистам. И практически невозможно не пуститься в пляс. Сибирский край, на гель худаль, Гарбоний край, не оболкай. Ах, как, вон так, казак, без песни не казак. Без песни и казачества бы не было. Ведь наша русская душа жить без песни никак не может. Незабываемый день мы провели в Саянске. С головой окунулись в казачьи традиции. Радостно на душе, что их чтут, возрождают и от того, что с каждым годом все больше и больше молодежи принимают участие в таких праздниках. Такие мероприятия, они не только воспитывают нашу молодежь, отвлекают их от дурных наклонностей, от курения, от наркомании и алкоголизма. И проповедуют наш казачий образ жизни, который уже больше 20 лет наше правительство решило возродить. И мы надеемся, что со временем пройдет еще, может быть, лет 5-10 и казачество у нас в России встанет на ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова